Меня зовут Алла Шарко, я представляю пресс-клуб, и сегодня сбылась давняя мечта и наш большой план сделать все-таки вебинар психотерапевтического направления для журналистов, но, как показала регистрация, не только для журналистов. И сегодня, благодаря нашим партнерам в Стокгольмской школе экономики в Риге, у нас сегодня будет вебинар с врачом-психотерапевтом Тарасом Иваченко. Вот Тарас перед вами, я чуть позже передам ему слово. Сейчас я хотела бы вам представить директора Центра медиа обучения Стокгольмской школы экономики в Риге Сабина Силе Эглите. Приветственное слово от Сабины. Добрый вечер. Витаем вас от коллег из Латвии на эти вебинары. Вы, а так само ваша братца, нас ведьминадхниянец. Мы хотим, чтобы вы были в добром стане и подсъехали вашу братцу. Користного усим вечера. Спасибо большое, Сабина. Сабина прекрасно говорит по-белорусски, как мы могли убедиться. Вот, а сегодня, я думаю, что вы видели наш предварительный анонс. Мы сегодня будем говорить о том, что нас всех сегодня волнует здесь, сейчас, в Беларуси, потому что на фоне общего такого коронавирусного стресса, второй волны, когда мы болеем, наши родные болеют, ситуация непредсказуемая, еще и происходит достаточно серьезный социально-политический кризис в стране. Белорусские редакции, как мы писали, работают на адреналине, и уже сложно определить границы, где тут стрессы, где выгорание, где просто уже травма психологическая. И действительно очень сложно, поэтому мы надеемся, что сегодняшний вот этот эксперимент, вебинар с психотерапевтом, он принесет вам пользу. Мы, конечно, отдаем себе отчет, что все-таки работать с психотерапевтами, с психологами лучше офлайн. Но сегодня у нас такой эксперимент, и мы будем очень рады, если после вебинара вы напишите ваше впечатление, возможно, в общий чат. Тарас, передай слово. Да, всем добрый вечер, добрый вечер. И, как уже меня представили, врач-психотерапевт, специалист по психосоматике, и тема сегодняшняя, о чем мы сегодня будем говорить, это психологическая устойчивость в кризисное время. По плану, что нам сегодня имеет смысл говорить, это про вленья стресса, про синдром выгорания, про биопсихосоциальную модель. Теория, возможно, скучная, возможно, вы ее уже знаете, но необходима для того, чтобы перейти к плану номер два. Современный образ жизни, особенности, которые у нас есть, осложнения. И, собственно говоря, ответ на вопрос, что делать, какие у нас есть компенсаторы, что мы можем использовать для профилактики или, если нужно, лечение, и какие у нас есть вообще признаки психического здоровья, какие рекомендации можно дать. И, собственно, про систему сенсомоторной коммуникацией в том числе сегодня поговорим. Перед тем, как мы пойдем дальше, я хотел сказать, что один из основных моментов позиции, с какой точки зрения будем смотреть на то, про что мы будем говорить, это то, что профилактика всегда первый шаг, что все превентивные меры всегда считались самыми эффективными. К сожалению, не всегда все можно поймать вовремя. И что мы узнали, работая с синдромом выгорания или с гипернагрузкой, переработкой, что лечение от профилактики в этом случае отличается только интенсивностью. Что именно делать, мы проговорим по второй части. Восстанавливаться умное всегда сложнее, поэтому себя нужно беречь. Это, с одной стороны, понятно, не всегда понятно, когда доходит до дела. Также хочу сказать, что конкретные советы не работают для всех, работают только принципы. Принципы мы сегодня как раз тоже обсудим. И то, про что мы будем говорить, мы будем говорить с точки зрения физиологии, взаимодействия с окружающей средой. Помню, что любые нарушения физиологических законов, принципов анатомии, нейрологии, базовой нашей медицины всегда компенсируются внутренним ресурсом нашего организма, или сроком жизни, или нашим здоровьем. Мы всегда чем-то за что-то платим. Поэтому можем перейти дальше к такому, что такое здоровье. Физическое, психоэмоциональное, социальное благосостояние, а не отсутствие каких-либо физических ограничений. Эту дефиницию знают многие, помнят тоже многие, и не все знают, что по разработанной биопсихосоциальной модели, которая должна придерживаться медициной, начиная примерно с 1977 года. Идея, которую пропагандировал доктор Энгель, была такая, что наше ментальное здоровье, оно состоит именно на стыке трех факторов – биологических, психоэмоциональных и социальных. С одной стороны, это наше здоровье, с другой стороны, это наше нездоровье, или, соответственно, вредные привычки, которые приводят к дисбалансу. Соответственно, полезные привычки приводят к балансу. И мы не можем лечить только тело, мы не можем лечить только психоэмоциональное состояние, мы не можем игнорировать социум или социальную окружающую среду, которая у нас есть, потому что мы с ней взаимодействуем, и она на нас влияет. ВПС описывает взаимосвязь между организмом и всеми процессами вокруг нас. Теперь немного про стресс. Есть стимул, есть кора головного мозга, которая обдумывает импульс, который мы получаем, и дает сигнал в послание организму. Дальше мы имеем реакцию тела на стресс. Я думаю, что вы все с этим встречались. Мы начинаем потеть, у нас учащается сердцебиение, у нас выделяется адреналин, кортизол. И это мы все понимаем и знаем. Мы не всегда знаем, какие виды стресса у нас есть. Мы знаем, что есть стресс кратковременный, что есть стресс эпизодический, что есть хронический, что у людей, которые не могут адаптироваться, постепенно начинают появляться соматические симптомы. То есть мы начинаем болеть, у нас появляется эмоциональная гиблиость. Что стоит помнить, что у нас есть стресс и хороший, или эй-стресс, который зависит от нашего восприятия. Например, массаж можно рассматривать как момент раздражения, но приятного раздражения. Вопрос в количестве. Когда стресса много и негативного, и позитивного, он всегда становится негативным. У нас начинаются переборы. Про восприятие стресса. Мы можем по-разному воспринимать то, что с нами происходит. От этого зависит восприятие кризиса. То есть люди, которые активно воспринимают какие-то вещи, что наконец-то что-то можно делать. Из тех, у кого доминирует парасимпатическая нервная система, они впадают в апатию и отсутствие энергии, когда уже так подвыгорают. Из тех, у кого активизируется симпатическая нервная система, у них важно действие, они хотят что-то делать. Но на тяжесть восприятия влияют так называемые 3Н. Неконтролируемость ситуации, непредсказуемость и неопределенность. Если вы себя поймали в этом, ваше восприятие стресса становится очень большим. И здесь можно добавить факт, что любой психосоциальный стресс, он активизирует процесс воспаления в теле и запускает определенный каскад беохимии и эндокринологических механизмов. Здесь можно вспомнить, что когда мы испытываем стресс, у нас выделяется кортизол, естественно. Но в один момент ресурс надпочечников может заканчиваться, и бесконечно жить на кофе и на самостимуляции мы не можем. В один момент у нас начинает падать энергия. И организм, как мудрый, ему нужно выживать, он начинает очень активно синтезировать дополнительно кортизол из других гормонов. Например, эстестостерон или эстроген. Мы за это платим на самом деле своим здоровьем. Мы покупаем себе время, мы платим за это здоровьем. Поэтому мы понимаем, что если мы бежим какое-то время, мы должны понимать, где эта финишная черта. В идеале баланс всегда восстанавливается. Ну, самочувствие, наше спокойствие. И всегда есть такая ресурсная планка между требованиями с одной стороны и ресурсами с другой. Ну, это в идеальном мире. По сути, не всегда так. Баланса на самом деле никогда не существует. И это стоит помнить для себя. Баланс – это всегда процесс. Мы все время пытаемся его найти. Это элемент движения. И, как вот здесь написано, в основе жизненности нашего тела лежит пульсация. Мы за счет определенной пульсации, и я к этому буду ссылаться несколько раз, мы синхронизируемся с окружающей здоровью через биоритмы определенные. У нас сердце работает, сжимается, сжимается. У нас мускулатура сжимается, сжимается. Легкие сжимают, выдыхают, выдыхают. Артерия, ну, вносные сосуды толкают кровь через определенное сжатие. Саркадный ритм – мы спим через определенные периоды сна и бодрствования. И эта ритмичность, она заложена в организме с самого начала. Но, если мы ее теряем, что с нами происходит дальше? У нас, как правило, есть обычно три механизма. Первое – это получается решение задачи. Это когда у нас ресурсов хватает, всего очень много, и у нас получается это решать. Второе – это такая модель дрифт. Сражайся, беги. Активация симпатической нервной системы. Выделяется много адреналина, растет давление. Мышцы наливаются кровью. Мы готовы действовать, бежать, сражаться. И что-то действовать. Долго мы, конечно же, так не можем. Но это как раз экстремальный вариант. Или наоборот, тактика опоссума – активация парасимпатической нервной системы. Застыть, перекинуть советы, что и ничего не делать. Как раз наоборот. Дыхание. Мы перестаем дышать. У нас падает давление. Мы так проседаем, ничего не делаем. В итоге нагрузки, стресс, проблемы, требования превышают количество ресурсов и начинают давить в сторону перегрузок. Мы начинаем гореть и страдать от... Еще не выгорание, а от перегрузок. У нас есть предупреждающие сигналы, которые показывают, в какой момент мы где находимся и когда нам нужно обращать на себя внимание. Есть сигналы, например, первого уровня. Должен поработать на выходных. Появляются экзоциальные вопросы. Нужно ли что я делаю? Почему я делаю это вообще? Мы не используем свой отпуск, потому что надо же поработать, потому что есть важная идея. Как вариант, я начинаю проверять электронную почту все позже и позже, потому что я не успеваю делать то, что я делал до этого за тот период времени, потому что мой КПД падает. У меня коэффициент полезного действия. И, соответственно, я продолжаю делать, потому что нужно делать. Если я это игнорирую, ну, дальше у меня появляются клавные боли. Может появляться мигрень. Я могу начать болеть. Появляются различные жалобы, дискомфорт. Избегание социальной коммуникации, потому что оно отнимает время. Мне нужно время для того, чтобы успеть. Начинаются проблемы со сном, потому что сон как раз показывает, что что-то не так. Более часто жалобы на здоровье, более часто люди обращаются к врачу. Дальше уже начинается ситуация с домашними. И я начинаю все переносить домой. И мы все вместе начинаем переваривать то, что у нас есть. Я начинаю домашние раздражать. Я не хочу видеть друзей, а они не сильно хотят видеть меня, потому что я не самый позитивный человек в этот момент. Теряется чувство юмора. Анекдоты не кажутся смешными. Автоматически развивается цинизм, скептицизм. Такое пассивное настроение. Один из вариантов в том, что дети начинают болеть чаще, потому что дети резонируют с моим эмоциональным состоянием. Считается, что до 11 лет все психосоматические расстройства, если нет генетики, травм, это следствие эмоционального состояния родителей. Но это еще не все. Дальше начинается то, что я, не успевая сделать многие вещи так, как нужно успевать, начинаю питаться не так разборчиво, как до этого. Люди включают компенсаторы. Больше кофе. Кто-то начинает пить алкоголь, потому что это лучший способ прослабиться вечер. Плюс это популяризируется через литературу и кино. Внезапно появляется желание курить. Нарушение сна становится все чаще и чаще. Я меньше высыпаю, чувствую себя с утра хуже. Восстание птицы феникса или восстание зомби с утра становится более частым проявлением того, что у нас есть. Поверяется вопрос, нужна ли мне помощь. И начинается использование компенсаторов в виде таблеток. Как правило, здесь люди доходят до стадии самолечения и потом уже обращаются к врачу. Как стресс влияет на рабочий процесс? Согласно данным на 2015 год, Сначала все начинается с многочисленных жалоб. Мышечно-скелетные боли, зажимы различные, усталость, трудности с концентрацией внимания. Я должен больше времени тратить на свою работу. По сути, нарушение сна, головная боль. Как правило, головная боль так называемая тенсионного типа или головная боль перенапряжения. У людей растет риск психических, психосоматических заболеваний, чем в среднем по популяции. Снижение производительности. Как правило, все это может заканчиваться ранним выходом на пенсию. Но важно, что идет снижение качества работы достижений и растет процент ошибок. Если эти вещи игнорировать, мы игнорируем свой организм. Что происходит, когда мы пьем таблетки? Про это буду говорить еще позже. Что организм можно сравнивать на одном из уровней с машиной. Вы едете, и у вас загорается клампочка, что нужно поменять масло. Вы пили таблетку, клампочка погасла. Можете ехать дальше. Если вы будете постоянно игнорировать этот сигнал, к чему это будет приводить, что в измене машины остановятся. И что мы имеем при игнорировании симптомов? Национальное истощение. Мне становится более трудно общаться. Я начинаю не заряжать людей общением, а заряжаться от них. Появляется чувство безнадежности, пустоты, желание как-то себя расслабить. Элемент отчуждения. Появляется формализм отношения к работе. Не хочется делать работу. А если хочется, то я понимаю, что мне нужно преодолевать нечто внутри себя постоянно. Потеря продуктивности, ухудшение здоровья и абсентиизм. Я есть, но меня нет. То есть мой КПД опять становится очень-очень сильно маленьким. И неэффективно. Далее у нас может быть несколько вариантов развития событий. Тахикардия, потливость, тяжесть груди, тяжело дышать, приступы паники. В анализах мы видим, что все нормально. Это у нас вопрос про медитативную дистонию. Или самотофорное расстройство, если более грамотно говорить. Бессилие, отсутствие эмоций, тяжесть, нежелание общаться, апатия. Это про депрессию. А вот чувство пустоты, цинизм, падение продуктивности и ощущение такого внутреннего безразличия, когда я должен на что-то реагировать, но у меня уже сил внутри нет, это про синдром выгорания. По отбиопсихоциальной модели 1977 года выросло очень много других моделей, как мы взаимодействуем с окружающей средой, что мы с этим можем делать. Один из вариантов – это луковица Гиффорда, модель 2014 года, которая показывает, что сама травма, которая была, она может быть очень маленькой, но постепенно вокруг нее нарастает чувство боли, мои мысли о том, как я воспринимаю боль, эмоции, собственно говоря, страдание, и потом развивается то, что мы называем болевым поведением или болезненным поведением. Боли нет, страдания нет, а болевое поведение остается. Я начинаю избегать каких-либо событий или определенных мест, или я трачу больше энергии, чтобы делать то, что я делал до этого. Как правило, начинаю бороться с самим собой, я трачу очень много энергии. Я теряю энергию, не успеваю восстанавливаться, мне становится хуже. Если мы приходим к синдромовыгоранию, базовая дефиниция, которая была, что это физическое, психоэмоциональное состояние истощения, которое возникает в результате устойчивых, негативных чувств, которые связаны с нашей работой и нашей самооценкой. То есть я, моя самооценка, моя работа. На 98-й год понимание чуть-чуть поменялось. И здесь интересно посмотреть, как развивается синдром выгорания согласно Фенгла. Первая стадия – это выраженная любезность идеализма. Я хочу делать работу, я готов, я горю. У меня есть повышенные требования к себе. Я же могу, я же делаю. Потом, так как я начинаю не тянуть, у меня уменьшается возможность соблюдать любезность, я начинаю кипятиться, где-то более ярко реагировать, более ярко вовлекаться, что-то более негативное действовать. Если я где-то срываюсь, то у меня возникает чувство вины, что я не очень хороший человек и, возможно, поступил не очень хорошо. И начинаю себя за это корить. После этого повышено напряжение в попытках соблюдать любезность и вернуть себя в то состояние адекватного человека, которым я себя помню, которым я хочу быть. Но не получается, потому что пункт номер 3 я не тяну. У меня пропадают успехи, появляется неудача, чувство вины растет больше, появляется чувство беспомощности. Я не такой хороший, всемогущий, как я думал до этого. Является ощущение безнадежности. Здесь мы доходим до стадии номер 9. Утомление, нежелание видеть людей, апатия, протест, гнев, социальная изоляция, желание спрятаться, ну и, собственно говоря, синдром выгорания или кризис. Здесь плавно переходим к двум вещам, как кризис и прокрастинация. Прокрастинация болели все из нас, это нормальное проявление современного мира. И один из моментов, почему это происходит с нами, это потому, что мы испытываем эмоциональный дисбаланс. Прокрастинация это не про ваш тайм-менеджмент, это про то, что вы не успеваете что-то сделать, потому что вы неорганизованы. Прокрастинация это про то, что вы чувствуете себя плохо. И весь классический круг я ничего не делаю, упрекаю себя, сомневаюсь в себе еще больше, чувствую себя беспомощным, в итоге ничего не делаю опять. Это такая спираль, которая уходит все ниже-ниже. Если я все-таки как-то себя из этого вытягиваю, то опять я не чувствую себя хорошо. Про кризис. Согласно одной из дефиниций кризиса, кризис это всегда субъективная реакция на жизненную ситуацию, которая создает такую сильную тревожность, так сильно пошатнувшую мою стабильность, что серьезно подвергнута вопросу моя способность переживать происшедшее и функционировать. Что важно отметить здесь, что кризис это никогда не сама жизненная ситуация, а именно мое восприятие, восприятие человека и реакция на это восприятие. Здесь можно вспомнить китайский иероглиф кризис, который означает эпоху перемен и одновременно является и проклятием, и чтобы тяжить в эпоху перемен, так как проклятие. И одновременно в некоторых случаях богословлением, потому что кризис является эпохой возможности. Я могу в этот период очень много что в своей жизни поменять. Про синдром выгорания. говоря по сути о том, что это такое, что это за зверь такой, мы нашли, что нет единой дефиниции синдром выгорания, кроме как международный классификатор болезни, 10-й тип, который сейчас пользуется в мире, он классифицируется под диагнозом Z73.0 это переработка на работе или трудился. Что мы знаем, что есть 5 критериев, согласно которым можно поставить у себя это отдельно ассоцировать. У меня есть эмоциональный дискомфорт раз. У меня есть психические поведенческие симптомы. Как прихожу раньше, ухожу позже, прихожу позже, ухожу раньше, делаю все равно мало. Состояние симптомов появились вследствие воздействия моей рабочей среды. То есть это всегда связано с моей работой. Симптомы наблюдаются у индивидов без какой-либо психопатологии. И в результате падает продуктивность и эффективность. Самое интересное, что люди очень часто сами себя постоянно обманывают на тему того, что на самом деле со мной все в порядке, это не так. Я же нужно просто подсобраться, выпить чуть больше кофе, что-то сделать. Вот здесь документ на тему того, что пичка убеждает себя, что просто устала. Квостик-то еще целый и так далее. Особенность синдрома выгорания в том, что мы эмоциональные существа, у нас доминирует лимбическая нервная система. И за счет этого мы становимся очень эмпатичными к переживаниям людей вокруг нас. Что это означает? Что большему риску подвержены те, кто сталкивается с людьми или общается с людьми, имеющими особые физические эмоциональные потребности. Как правило, это помогающая профессия. Учителя, социальные работники, полицейские, врачи, журналисты в отдельной категории здесь находятся. В 2015 году в АТОМ писали методический материал про лечение возможностей профилактики синдрома выгорания у врачебного персонала. Собственно, часть того, что можно делать, я расскажу исходя из нее. Что мы имеем дальше? Когда мы живем в таком ритме, нам продолжают падать дополнительные задачи, потому что ежедневный быт никто с нас не снимал. Чем это заканчивается? Ресурсов становится меньше, требований становится больше. Нужно поработать дольше, опять очередной экстрим, нужно что-то организовать, нужно срочно забрать детей внезапно. и еще опять 3N иди туда, не знаю куда, перенеси то, не знаю что, но примерно вот это, но не точно. Но мы в тебя верим, ты сделаешь. И в итоге баланс нарушается. Что еще способствует высокие требования к себе, от себя и от других людей, я не могу подвести других людей, отсутствие поддержки, неспособность повлиять на что-либо, я чувствую себя зависимым в ситуации, особенности работы, это ночные часы, вспоминаем здесь про то, что я говорю в начале, что мы подвержены ритмам, если мы нарушаем ритм, это сказывается на нашем здоровье, скорость, что я должен реагировать быстрее, чем я могу, непредсказуемость ситуации, постоянное ощущение того, что я должен быть на взводе, общение с людьми с эмоциональными трудностями, потому что мы с ними общаемся, мы с ними синхронизируемся, мы берем от них их эмоциональное состояние, мы им сопереживаем, мы начинаем переживать вместе. Если таких людей много, к концу дня у меня копится дополнительное напряжение. Большая нагрузка, слишком большая или слишком маленькая, потому что когда слишком много, понятно, что это плохо, но и когда очень мало, мой перфекционизм начинает испытывать очень большое чувство вины, начинает себя корить, что я не делаю, мне говорят, ты отдохни, не делай, а я не могу идти отдыхать, не делать, потому что все вокруг делают, я тоже хочу делать, а у меня не получается, в итоге я сижу отдыхаю, и как бы и отдых никакой, и работы не сделал, и еще хуже становится. Высокая степень ответственности, нечеткое разделение обязанностей, когда я не понимаю, чего конкретно от меня ждут, люди обычно ставят план посильно выше, чем она есть. Дополнительно это финансовые трудности, которые появляются, потому что я должен решать свои текущие задачи. Здесь какое-то прекрасное место для нервного срыва, но у нас есть еще личностные параметры, и что еще способствует синдрому выгорания, это особенности типа личности. Здесь можно отметить такие моменты, как чрезмерное чувство ответственности, перфекционизм и отсутствие заботы о себе, потому что я себя не ставлю на первое место. И это один из моментов, с которых можно начинать профилактику, заботиться о себе. Предыдущий опыт, проблемная ситуация, проблему личной жизни и определенные страхи, которые мне мешают сосредоточиться на работе, потому что я начинаю бояться тех или иных вещей, это все тоже влияет. Также рабочий стиль ритуала, традиция, неумение вовремя отдохнуть, и про культуру отдыха можно говорить отдельно, для отдельной большой темы, что обычно двух дней в обычной рабочей недели, их не хватает для того, чтобы зарядить батарейки. И получается что-то вроде вот такого. Мы делаем вдох, но не успеваем сделать выдох, мы начинаем двигаться вперед, а к концу недели мы очень сильно устаем. Это, говоря про стандартный вариант. Если я работаю без выходных, мне не хватает времени на то, чтобы восстановиться, чтобы восстановить свой ритм, что отдых должен быть пропорционален затраченным усилиям. Я все время буду работать на последнем издыхании, на высоких оборотах. Конечно, отдельно это про позитивные мысли, о том, что все будет хорошо. Классически у нас негативных эффектов больше, генетически заложенных. по одной из теорий девять всего, два позитивных, семь негативных. Поэтому этот стандартный вариант думать хорошо и настраивать на себя на все хорошее, он не всегда получается. Здесь можно подходить с позиции героини Романа Элеонор Портер Полиана, который везде находил позитивные вещи, но в один момент становится делать тяжелее, тяжелее, тяжелее. В итоге мы себя затачиваем на то, чтобы предугадывать негативные вещи. Особенность процессов играния еще в том, что этот процесс он заразный. Мы вместе горим гораздо больше, чем по отдельности. И документ, как говорит одна из моих любимых коллег, что мы являемся пирожками. То есть мы пирожки, мы попадаем в определенные горячие условия, мы вращаемся в прекрасные пирожки, которые такие вкусные, классные, у нас драйв работает, нам нравится, нам нравится находиться в определенных ситуациях. Проблема в том, что если мы вовремя не выходим из этой среды, мы сгораем и вращаемся в уголек. Где находить эту грань, это у каждого человека индивидуально, но тем не менее это всегда возможно. Чуть-чуть про проблематику современного образа жизни, и мы закроем первый блок. Можно будет поднимать вопрос. Если мы говорили про ту самую часть, которую обычно знают все, возможно вопросов будет не так много. Депривация сна, нарушение сна, мы не высыпаемся, нарушение режима, неопределенность, в которой мы живем, или то, что называется в психотерапии стабильная нестабильность. В этом ситуации мы постоянно балансируем и тратим в таком режиме выживания больше энергии. Мы решаем свои задачи и чужие задачи. Очень часто не можем отделить, чьи задачи мы решаем свои, чужие, куда мы вообще тратим энергию. У нас появляется враг от общения в виде социальных сетей, потому что нам нужно живое общение для того, чтобы чувствовать себя хорошим. Мы социальные существа, по сути. Одиночество, которое вызвано элементами изоляции, оно очень травмирует нас на самом деле. Вопрос, видим мы это или нет. Стараясь как таковое. Сидячий образ жизни. Тарас, у нас походу появился вопрос от одной из участниц про циркадные ритмы. Буквально очень коротко что это? Циркадные ритмы это наша особенность, скажем так, режим сколько ты бодрствовешь, сколько ты спишь. и стандартно считается в сутках 24 часа, что мы должны 8 часов спать. Практика показывает и вообще часть исследований, что у людей синхронизация с циркадным ритмом немного разная. Кому-то нужно спать 12 часов, кому-то 7, кому-то 9, кому-то 10, кому-то именно когда нет именно ночи. Классически считается, что в 12 часа 2 ночи мы должны спать там самый большой период выработки мелатонина. Для того, чтобы следующий день мы не были разбитыми. Если мы нарушаем эти ритм, мы бодрствуем ночью идем спать днем в освещении, мы работаем в электрическом свете постоянно, даже вечером. Мозг адаптируется, конечно, конечно же адаптируется, но опять КПД будет постепенно снижаться. Проблема в том, что если градус повышается постепенно, мы это не очень сильно ощущаем. С урока физиологии мы знаем, что если посадить лягушку в кастрюльку и медленно-медленно повышать температуру, лягушка сварится, и она даже не будет пытаться что-либо делать, потому что настолько адаптация рецептора в кусок. Здесь, как вы уже успели прочитать, сидячий образ жизни, вопрос безопасности для нас очень важен, потому что если мы не чувствуем себя в безопасности, мы не можем нормально спать и высыпаться. Особенности питания очень много сахара. Сахар рвет адекватно, он вызывает зависимость, во-первых, во-вторых, он нарушает адекватно работу мозга, то есть он дает буст такой энергии, когда мы его употребляем, кофе с сахаром, что-нибудь сладенькое съесть, но через какое-то время начинается такой плаги, нужно опять что-нибудь сладкое, чтобы почувствовать себя хорошо, чтобы уровень гликозы задержать постоянно. Гормональный дисбаланс вследствие, ну и целая симптоматика, посттравматический синдром, синдром выгорания, адаптационное расстройство, не умение общаться, разный опыт, разный вербальный код, ощущение простоты внутри, боль, что приводит к тому, что начинает каких-либо избегать, ощущение бессилия или соперничества и важный момент это отсутствие ощущения собственного тела. Я начинаю себя плохо чувствовать, бьюсь об какие-то углы, не всегда могу попасть ключами в замочную склажину, то есть я начинаю минимально потерять контроль на тело. Это такое вот вибрация, они очень сильно резонируют и чувствуются. Много задач одновременно, как говорится, не бывает непонимых задач, бывают сердечные приступы в 30. Здесь сразу можно для себя вывести такое золотое правило, если вы хотите гореть медленнее, вы должны решать одну задачу в один период времени. Если что-то делаете, то делайте только это. Не старайтесь быть мультифункциональными или мультизадачными. Вот пьете водичку, пейте водичку. Про сон. Психно компульсивные мысли, которые нам мешают заснуть. Все вместе, которые нам мешают выспаться. Про то, что мы выспимся потом. Это фантазия на тему того, что как я наемся впрок или высплюсь, а потом два суток буду работать и все будет в порядке. Помним про ритм. Эта картинка мне тоже нравится. Отсутствие сна на нас очень сильно сказывается. И визуально в том числе. Про физическую активность. Что мы имеем на данный момент, что даже при здоровом образе жизни мы не всегда достаточно физически активны. Мы имеем, что на самом деле процент более молодых людей все более и более не активен физически. И это постепенно растет. Возможно, это не совсем к вам относится, потому что, сколько знаю, в Беларуси физически активность достаточно сильно развита. Но тем не менее показатели по миру постепенно растут. Что нам рекомендуется в нашем возрасте? Примерно 150 минут физической активности средней интенсивности в день. если мы меньше двигаемся с учетом определенных элементов изоляции и всего остального, у нас является риск депрессии. Здесь я вставил слайд различий между скорбью, греванием и депрессией, потому что, когда много событий происходят, нужно как-то их переваривать. И если горе не нужно лечить, то депрессию лечить надо. Чем они отличаются. Собственно говоря, что гревание это процесс, он естественный процесс, его не надо трогать, у него нет саморазрушения, у него нет агрессии. И всегда есть потери чего-то во внешнем мире. Это не мой внутренний мир, это снаружи. В случае депрессии это патологический процесс, есть процесс саморазрушения, есть чувство вины, есть значительная внутренняя агрессия, и потери всегда затрагивает внутренний мир тоже. Вот в этом случае стоит обращаться за помощью. Можно ли сейчас добавить еще один вопрос от участницы? Она спрашивает, чем выгорание отличается от депрессии? Ты только что хорошо рассказал от горевания депрессии разница, и вот вопрос про симптомы выгорания, чем они отличаются от депрессии? Там у тебя был слайд, но может быть совсем коротко, потому что там действительно много одинаковых пунктов, и будет еще один вопрос к предыдущим слайдам. На быстро можно ответить. Настоящая депрессия это патологический процесс, из которого ты самостоятельно выйти до конца не можешь, и с синдромом выгорания можешь. В случае синдрома выгорания у тебя появляется безразличие и апатия и ощущение внутренней пустоты. Этот процесс связан с работой. В случае с депрессией у меня есть чувственные, у меня есть очень большая боль, у меня есть переживания, у меня есть апатия, но не в том числе, что у меня безразлична, я потерял интерес к тем вещам, которые меня интересовали до этого. Я не хочу двигаться физически, потому что депрессия всегда связана с гигантской агрессией по отношению к самому себе. Так как наш организм очень умный, он делает очень просто, он выключает моторные нейроны нашего организма, чтобы мы не могли двигаться и таким образом навредить себе. Поэтому появляется вот это великий жду на таком состоянии. Вот основной момент. В случае с древом выгорания человек еще может что-то делать, двигаться, даже ходить. Еще один вопрос, возможно, по ходу мы ответим на него. как избавляться от обсессивных мыслей, когда они мешают уснуть? Как избавляться от обсессивных мыслей, когда они мешают уснуть? Это вот про Золушку прицессу на горошине, когда они появились. На самом деле очень просто. Все расстройства сна это следствие образа жизни, который был у вас до этого. То есть нужно обратить внимание, как бы прожить предыдущий день до этого. нам нужна физическая активность и направить фокус своего внимания на другие вещи. Часть собственно этим занимается альтогенная тренировка, где вы обращаете, собираете фокус внимания внутрь на тело и смотрите, что у вас с телом происходит. Как напрягаются руки, ноги, тянем руки, ноги, посылаем волну тепла в левую руку, в правую руку, тянемся, чувствуем, как мы лежим на кровати, как на нас давит одеяло, делаем глубокий вдох, выдох. И постепенно мы расслабляемся, потому что все это уходит. Если я лишу вне своего тела фокусного внимания, чем это заканчивается? Тем, что я начинаю вариться как киль к автомате в собственном соку и постоянно получите одни и те же вопросы, с учетом того, что на мной без них я ничего сделать, я ответить не могу и сделать тоже. Спасибо. Идем дальше. Да. Здесь у нас есть модель Susan. Прогноз на последствия работы из дома 2045. Компания директор Аплайм. Так выглядит человек, который все время работает из дома. Нет никакой физической активности, много кушает, артритные проявления и куча-куча различных прочих патологий. В принципе, все это следствие того, что человек не двигается. Дома, когда мы сидим и что-то делаем, мы перестаем нормально двигаться. И это имеет всегда следствие. Сегодня будем много говорить про движение. Одиночество. Что можно говорить про одиночество? Что это объективное восприятие? Ощущение одиночества, когда я остался один с каким-либо переживанием, это всегда сильная психоэмоциональная травма, глубокая очень. Мы не можем лечить наши раны, если мы не знаем, что мы ранены. Мы просто чувствуем, что нам плохо, не очень понимаем почему, потому что человек может чувствовать одиноким даже в толпе. И здесь очень важный аспект именно, что нас излечивают именно отношения. Как я уже говорил, человек существо социальное, и условием его развития и хорошего самочувствия является контакт с другим существом. Поэтому многим из нас нравится массаж. И источник хорошего самочувствия выглядит примерно вот так. Было плохо, поговорили, и внезапно появилась радуга. есть небольшой подбор статистики на тему того, что часть задачи, проблем, которые есть у вас, они есть у многих, и были, и продолжают быть. Стандартно про депрессию, что это всемирная проблема, она растет по всем мире, и по статистике скоро будет самоглавенствующим причиной заболевания, согласно ВОЗ. все более в раннем возрасте, все меньше и меньше люди оценивают свою удовлетворенность жизнью, что что-то не так, и что-то нужно менять. Среди населения есть чувство одиночества и чувство социальной изолированности, доверие к правительству, к СМИ, друг к другу стремительно падает, в принципе, во всем мире, это про индекс 2018 года, что мы теряем возможности близких контактов и возможности говорить про близкие, важные нам вещи, что мы стали общаться гораздо реже и более-менее доверительно, чем, допустим, 20-30-40 лет назад. Ну и стандартная классика, жанр, что чем богаче и безопасное место, где вы живете, тем больше шансов дойти до суицида. Этот парадокс изучается до сих пор, но тем не менее это факт, который мы имеем. Факторы, которые замедляют наш период восстановления, который, по идее, должен быть нормальным за период сна. Укорение алкоголя, неправильное применение любых медикаментов, которые вы используете, если особенно можно выделять кардиологические медикаменты, инсулин или отсутствие его, если у человека есть сахарный диабет, нежелание обращаться за помощью к психи-специалистам, хотя иногда это нужно, элементы самолечения, дистанцирование от других. Фоном сюда идет еще посттравматический синдром, самотофорные расстройства, различные блоки, алекситимия это феномен, невозможность человека говорить про чувства в той или иной ситуации. Как правило, это следствие либо травмы, то есть он может говорить про факт, что произошло, и очень хорошо его описать, но он не может описать свое эмоциональное состояние, или очень сухо, или никак его описывает. Как правило, это просто слово. Здесь про психическую травму переходим, что в документ можем считать, что мы получили психическую травму. Здесь должно совпать несколько факторов. Один из них что мы как человек важны для себя ситуацией. Попадаем в ситуацию, где мы чувствуем себя незащищенными, беспомощными и подверженными определенной неизбежности. Плюс предыдущий мой жизненный опыт не дает решения проработки и решения проблем или задач. В итоге у меня то, что называется отсутствие механизмов копинга, отсутствие механизмов преодоления задач. В этой ситуации у меня появляется психическая травма, которую я должен в той или иной степени как-то решать дальше. Если мы переходим, что можно делать? Как вовремя отойти и не сгореть, будучи спичкой? Стандартные рекомендации идут в том, что у нас должна быть психотерапия, должен быть специалист, который может нас выслушать, отрефлексировать, отразить. Стандартные идут медикаменты по снижению тревожности, какие-нибудь там прозолам, адаптолам, нафен, финибут, фитотерапия, чей. И базовые рекомендации заниматься упражнениями по расслаблению, какими-нибудь регулярные занятия спортом, каким-нибудь соблюдать для себя сбалансированный режим дня, вспоминаем про ритмы, воздерживаться от курения и употребления кофеина, алкоголя. Я думаю, что это тоже мы все знаем, как оно должно быть. Есть интересный подход, только по 25%, который используется в Германии для лечения психосоматических неврозов и расстройств. Для того, чтобы иметь стопроцентную эффективность, у нас есть четверть – это психотерапия, четверть – это спорттерапия или физические упражнения под надзором спорттренера, четверть – это социализация или социально-коммуникативные навыки, их развитие или живое общение и диета. Правильно сбалансированное питание согласно моей конституции, моему метаболизму, моему возрасту. Если более подробно рассматривать этот механизм, что у нас получается, различные виды медикамента согласно встанию нашего здоровья, различного вида психотерапия, семейная, групповая, индивидуальная, психодинамическая или когнитивно-бихиоральная, в мире считаются это два направления такие evidence-based с точки зрения медицины. У нас появляется специфика по техникам релаксации, как именно расслабляться, дыхательные упражнения. Про них стоит описаться отдельно, что их очень часто недооценивают. В ситуации стресса, хронического стресса, мы начинаем либо дышать поверхностно, либо задерживать дыхание, либо не дышать. поэтому, если приучать себя делать глубинное дыхание, диафрагмальное, и, допустим, про то, как дышать при панической атаке, это будет дополнительным раздаточным материалом, мы себя тренируем не копить стресс, который к нам приходит каждый день дополнительно. Мы скидываем через дыхательное упражнение то, что накопилось, и не берем новое. Прогрессивная мышечная релаксация по Джейкобсену это напряжение осознанное и расслабление мускулатур. Напряжение, расслабление. Напряжение и расслабление. В этот момент мы можем скидывать те блоки, которые у нас копятся в виде неофасциальных каркасов, неофасциальных блоков на теле. Что мы переживаем? Мы боимся, мы сжимаемся, у нас все начинает застывать. Если мы при этом не двигаемся, не двигаемся мало, у нас появляется застой, кровь в мускулатуре, это все потом очень сильно болит. И появляются такие каменные блоки в мускулатуре. Это все можно разбивать, чтобы не копить при помощи такой пульсирующей, прогрессирующей релаксации. Медитация, что под этим словом бы не понимал, это вот способность отключиться от того, что происходит, побыть самим собой, по сути. Здесь у нас есть нюанс про медитацию, что люди с психоэмоциональной травмой не могут делать медитацию. они не могут выдерживать ощущение спокойствия, тишины. Для того, чтобы им войти в это состояние и получать от него плюс и расслабление, им для начала нужно движение. Нужно как-то начинать двигаться иначе. Также, что еще возможно, это экспрессивные методы. Рисование, пение, танцы, это все, что может помогать как-то проявлять свои чувства. И здесь вспомнить, что человек существует максимально адаптирующий к окружающему пространству, к окружающей среде. Здесь я выбрал картиночку с носорогом. Носорог рисует свой ног, свой рог, и мы можем заметить, что наш мозг постоянно адаптируется к тому, что мы видим и одновременно не видим за счет особенностей нашего зрения. Например, если вы закроете один глаз и посмотрите вперед, увидите, что вы видите свой нос и другим глазом тоже свой нос. И двумя глазами через какое-то время вы заметите, что вы нос видите, потом опять его не видите. Это про адаптацию к тому, как мы видим реальность. И так постоянно ко всему может подходить. Что у нас еще здесь есть? Антиоксидантная терапия. Селен, Коэнзим-5-10, Коэнзим, что еще есть? Омега-3 с витамином Е, витамин С, считается куркумин. Тоже неплохо. Антиоксиданты доказали свою эффективность, они защищают клетки и убирают провоз полиционных процессов в организме, таким образом замедляют процесс распространения депрессии или процент того, что вообще может развиться. А также были проведены исследования среди солдат, которые ездят на миссию поддержания мира, что те, кто употребляли органический селен, у них процент посттравматического синдрома был меньше, чем в контрольной группе. Социальная реабилитация. Социальная реабилитация – это комплекс того, что можно для себя сделать. это достижение максимально высокого социального статуса, активности и зависимости их качества жизни. Базируется он на возможности, на наши возможности создавать социальные связи и соответственно быть в контакте с другими людьми. И здесь мы приходим к тому, что так или иначе, для того, чтобы поддерживать себя в определенном работоспособном состоянии, несмотря на стресс, который на нас давит, несмотря на события неопределенности, которые у нас происходят в этом море неизвестности, которое вокруг нас, у нас должен быть определенный образ жизни, чтобы мы могли это выдерживать максимально долго, насколько позволяют ресурсы нашего организма. Сюда входят передышки, нашу внутреннюю белку, которая крутится в колесе 24-7, нужно выгуливать. У нас должны быть безопасные места или хотя бы те, которые считают безопасными нерабочими местами, например, кровать. В кровати желательно не работать, не желательно спать. У нас должна быть организация дня, собственный режим, которого желательно придерживаться. т.е. я с утра встаю, у меня есть план того, что я должен сделать за сегодня. Пускай хотя бы пример, но он есть. Я его выполняю в общих чертах. Понятно, что может происходить фарс-мажоры регулярно, и в один момент я могу не все делать. Но если я делаю то, что я сам факт того, что я живу по определенному плану, план для нас очень важен. он убирает ощущение тревожности. Саморегуляция, использование таких практик, как прогрессивная мышечная релаксация, то, что придумано человечеством, аутогенная тренировка, различные виды дыхания. Если есть возможность, сходите до физиотерапевта, посмотрите, попросите, что вам показали диафрагмальное дыхание. Сходите к фитнес-тренеру, сходите к человеку, который поэтому понимает. Нет только возможности посмотреть YouTube. миллион записей про то, как нужно делать. Желательно, конечно, под надзором, но серии, когда есть, какие возможности есть, так и делать. Про белку. Всегда нужно останавливать. Можно до белки ответить на вопрос. Было про 150 минут физической активности. Спрашивает участница, что из себя представляют эти 150 минут физической активности, умеренной интенсивности на каждый день? Бег, йога или просто прогулка? Что туда входит? Рассказываю. Умеренной интенсивности, средней интенсивности, это вообще в сторону скорее бега, потому что это в неделю, это достаточно высокая нагрузка. Если вы зайдете на сайт ВОЗ, ВИЧО, у них есть и там в поисковике вы бьете физическая нагрузка, он выдаст целую таблицу в отношении того, какая у вас возрастная группа, вы мужчина или женщина, что у вас должно быть, какое должно быть кардио, вы должны потеть, аэробная, анаэробная нагрузка, там вот эти таблицы все есть. Посмотрим дальше. Для того, чтобы поддерживать себя в состоянии, я должен 150 минут в неделю бегать. По сути, даже это люди очень часто не делают по определенным причинам или делают очень много, как бы здесь переборы тоже бывают. Но если мы говорим про поддержание своей работоспособности и своего докладного состояния, то вопрос в том, что у вас здесь должна быть физическая нагрузка в виде погулять хотя бы 20-30 минут в день, желательно час. Если есть симптомы самотофорных расстройств, то как минимум час, 5-7 километров в день железно вы должны нагуливать, желательно 10, и отдельно желательно, чтобы пропад. То есть вы ходите для того, чтобы начинали вспотеть. Потому что это повышает вашу температуру вашего тела, это запускает распад адреналина в крови. Вы снимаете свою тревожность, с которой вы приходите домой, и потом в сидячем положении дома, за кружкой чая, перевариваете адреналин, который крутится у вас в голове на счет восприятия различных ситуаций. Почему? Потому что мозг не воспринимает выдуманные ситуации от реальных. Он их не видит, в него все существует, он ко всему должен успеть, не готовиться. Любой кошмар, который вы себе придумываете, читаете, или видите, он репродуцируется, усиливается, и подготавливает ваш организм к тому, что вам нужно будет выживать. Вы все время находите в таком состоянии собранности. Эти моменты нужно выключать. Тогда будет возможность выспаться хотя бы. Еще вопросы? Здесь вопрос к слайду, который сейчас мы видим, уточнение по саморегуляции. Что это такое? Да, уточнение. Саморегуляция, здесь тоже документ, как я говорил, что вообще конкретные советы здесь не работают. Кушать завтрак, или кушать шесть раз в день, или три раза в день. Саморегуляция это список ритуалов для меня, который позволяет не чувствовать себя лучше. Регулярное питание, регулярная физическая нагрузка, регулярная вода, которую я употребляю. Вот это тоже классика жанра. Ни сок, ни квас, ни кофе, ни чай. Вода. Вода в день. Нам нужна вода, чтобы чувствовать себя хорошо. Для понимания процесса стоит добавить, что нам нужна вода, чтобы у нас была более жидкая кровь. Более густую кровь сердцу тяжело давить по сосудам. Растет давление, растет изнашиваемость организма очень сильная. И концентрация внимания падает. Поэтому саморегуляция это выявить для себя определенные точки моих ритуализированных действий, как не забыть попить воды, к примеру. Не забыть сделать утреннюю зарядку. Не забыть встать, растянуться. уже в конце концов прошу час. Мы писали, наши пальчики устали. Не забыть о том, что мускулатуру нужно растягивать и нужно тянуться из сухожилия. Не забыть о том, что я могу размяться куда-то сделать. Не забыть о том, что можно с кем-то поговорить, если не это необходимо. В таком случае. Вот это саморегуляция. Получается, мы должны прислушиваться к себе и даже какие-то базовые вещи просто напоминать, как про ту же воду, какие-то разминки или с какой-то периодичностью. Да, как ни странно, в случае стресса мы забываем про эти вещи, потому что они связаны напрямую с выживанием здесь и сейчас, а они нам нужны. Мы не знаем, насколько этот забег. Мы не знаем, когда он закончится. Мы должны быть в определенном состоянии, мы должны постоянно быть в работоспособном состоянии. У нас должно быть адекватное питание, которое насыщено определенными микроэлементами. Я не могу питаться только джанк-фудом. Через какое-то время у меня начнется сбой гормональный. Я должен регулярно регидрировать себя, как по-умному говорят, от этой и достаточно воды, чтобы мое тело могло быстрее реагировать на то, что происходит внутри меня. Биохимические процессы происходили быстрее и лучше. Я должен поддерживать себя в состоянии, чтобы быстрее заживало тело, если я там где-то порезался или ударился. Метаболизм, чтобы у меня сохранялся. Для этого нужна вода, нужно движение. Я должен качать. Я должен использовать тигры, чтобы снимать нагрузку сердца регулярно. Поэтому тело парочку приседаний сделаю. Действие. Еще вопрос есть? Еще крик души. Крик души от участницы, которая повредила связки голеностопа и две недели лежит ногой вверх. И еще две недели лежать к человеку. И сложно, ресурсные дела отпали. Вот такой крик души, что ей в такой ситуации можно... На обоих ногах или на одной? Сейчас я перепроверю. Ну, вероятно, одна. Но там еще и с рукой что-то. Та же самая типа часть ноги. На одной костылях человек пишет. Здесь есть много вариантов на самом деле, потому что никто... Ну, когда нам говорят типа не беспокоить руку и ногу, почему-то человек считает, что нужно тогда вот там застыть. Нет, вот у меня травмирована рука, травмирована нога, часть тела у меня выключена, но вторая есть, и при помощи я что-то могу делать на самом деле. Само массажа могу определено заниматься, куда рука дотянется. Есть очень много мануалов на самом деле на эту тему, что я могу сделать в случае там травмы и реабилитации. Ну и очень недооцениваем самому массаж, потому что, во-первых, это занимает время, во-вторых, это нужно заниматься самому, в-третьих, я никогда не сделаю так хорошо, как где-то кто-то другой, но это очень важно, иметь тактильное ощущение, восстанавливать определенные вещи, гладить, потому что туда идет приток крови, туда идет приток внимания определенного, мы себе уделяем внимание через это. Вы можете сделать очень много для себя, на самом деле, если обратите на это внимание. Часть материала тоже есть в розаточных материалах, что можно сделать. Еще что-то? Продолжаем. Идем к белке? К белке. Итак, мы идем к белке, к тому, что нашу белку нужно выгуливать, то есть нужно останавливать бешеный ритм, это вопрос о том, почему нам нужно отдыхать, потому что вы не можете бежать вечно, если вы бежите вечно в один момент, вы упадете, на этом для вас вся история закончится, а мы хотим бежать долго, счастливо и эффективно, поэтому нужно иногда спать и отдыхать. Нужно делать паузы и вовремя заканчивать рабочий день. Нужно отдыхать, если уж на то пошелый момент. Каким бы ни были условия, что бы вокруг ни происходило, есть момент, когда есть определенная затишка перед бурей, вот ничего не происходит, в тот момент можно поспать. Если у вас вокруг есть люди, которые могут о вас позаботиться, тем более. Безопасная среда, можно спать по очереди. Практика, проверенная десятилетиями. Есть про компенсаторы немного интересное, что мы используем много вредных компенсаторов. Отдельно это путешествие в мир без боли на таблетках. Ну, при необходимости можно использовать, опять же, мы покупаем через таблетки время, выключаем момент того, что что-то не так, но цена. Что мы через это получаем? Нам нужен период восстановления после. Если его нет, мы начинаем воровать у себя срок своей жизни, срок своего здоровья. Мы становимся менее эффективными. Кофе в очень больших количествах. Если я должен выжимать на кофе очень долго и делать какие-то вещи постоянные, еще раз, еще раз, еще раз, потом еще раз, и казалось бы, вот сейчас будет отпуск, нет, еще раз, в какой-то момент кофе, который пью, на переставле меня работать, потому что рецепторы не воспринимают кофе, кофеин, я просто пью напиток. В отточниках нет кортизола, не работает. Курение. Очень много. От простых сигарет до травы и алкоголь, чтобы расслабиться. В разных этапах жизни есть разные вещи, но желательно это не использовать. Желательно использовать что-нибудь из вот этого. Тут у нас есть в нашем арсенале путешествия с близкими, если такая возможность есть, конечно, здоровое питание в виде здоровых овощей, которые занимаются собой, бег или физическая активность с самим собой, времяпровождение с друзьями и, естественно, времяпровождение с семьей, если у вас с ними хорошие взаимоотношения, естественно. но никто не от нем не убрал целительную силу обнимашек. Мы помним, что обниматься стоит, как минимум, семь раз в день. Но через это чувство иммунитет растет, все классно. и помним, что у нас должен быть свой ритм жизни. Вот, как не суетитесь, поешьте, отдохните. Это должно быть запрограммировано в течение дня. у детей же есть и сейчас в садике, да, после еды. Такая недостижимая мечта во взрослом мире. Но, по сути, стоит про это помнить. нужно обязательно отдохнуть. Вот такой фильм «Три идиотов» из Болливуда. Интересный фильм, такой душевный, про трех инженеров, которые учились в одном из элитных колледжей в Индии. У них там был ректор такой, как один из персонажей. Вот ректор, у него были золотые правила, он там днем после обеда приходил в свой кабинет, ложился на софу и полчаса спал под классическую музыку. А в этот момент его ассистент его брил. Этот ритуал соблюдался из года в год железно. У нас у всех должен быть похожий ритуал, где мы регулярно отдыхаем. Здесь большой слайд, много информации. Про медикаменты более-менее понятно, про психотерапию не очень понятно вообще о том, что это такое. Молодой человек и коммуникация друг с другом. Мы влияем друг на друга, когда мы друг с другом общаемся. Это тоже логично. Что можно делать для себя любимого? Развать эмоциональный интеллект. Заниматься дифференциацией своих эмоций о том, что я чувствую, мне страшно, я боюсь, я в ужасе, я недоволен, я гневаюсь, мне интересно, я в азарте, я испытываю чувство отвращения, я испытываю чувство унижения, стыда, стеснительства. Что в общественном происходит? Интеграция эмоций в свою жизнь. То есть, если я могу их точно назвать и понять, в какой интенсивности общечувствования есть, я могу что-то делать с собой и с тем, что вокруг меня происходит. Активизация права полушария, премоторного кортекса, работа с зеркальными нейронами, это, на взгляд, уже будущей медицины, транспутанно-магнитная стимуляция, так называемая. Но, так или иначе, это сводится к тому, что вам искусственно стимулирует коробу полуна в мозгу, и вы начинаете, что-то начинает происходить. Но то же самое начинает происходить, если вы начинаете двигаться или что-то делать со своим телом. Вербализация. Называть словами чувства. Разделять себя с другими людьми. Вот конфликт, сепарация, индивидуализация, когда мне без других людей плохо, а я могу даже чувствовать себя, когда сам по себе хорошо, когда мне сам по себе хорошо, я могу выдерживать одиночество. Потому что одиночество, потому что это страдания и элемент пытки для людей может быть позитивным в том случае, когда вы сами его для себя выбираете. Тогда это конструктивный момент. Позволить заботиться о себе. Помни, что себя нужно ставить в первую очередь. Тогда вы можете что-то сделать для других людей тоже. Про психотерапию. Как работает психотерапия в наше время. Когда вы рассказываете про себя, о том, что с вами происходит, это почему вообще нужно делиться своими переживаниями с близкими. Нарратив или рассказ чуть-чуть меняется от каждого рассказа, чуть-чуть другим становится. Он изменяется восприятие и в моем тоже. Вследствие этого у меня меняются мои действия. Если меняется восприятие и действие, я получаю другой результат. Если имею другой результат, то грабли заканчиваются. И у меня появляется возможность жить новой жизнью. Что-то делать иначе. Здесь можно вспомнить, что можно относиться к телу как к машине, к которой можно починить, что-то вырезать, добавить. не самый конструктивный момент, потому что обездушивает. И все-таки тело взаимосвязь огромного количества элементов одновременно. Можно относиться к тому, что наше тело как сад. Мы позволяем вещам самим расти, самим лечиться, самим пускать корни, самим мы просто убираем сорняки и позволяем хорошим вещам происходить самостоятельно. наше тело само себе может позаботиться. Нужно просто, как уже было замечено, к себе прислушиваться к своим потребностям. Еще раз начните заботиться о себе. Про страх. Если вопросов нет, то мы идем дальше. Страх здесь идея такая, вообще со всем этим делом, что страх, вот эта паника, которая сжимает нашу гору, он бывает рациональный и иррациональный. Вот рациональный страх, когда вижу опасность, я должен с ней что-то сделать, ну, здесь уже оно включается в действие, я должен что-то делать. Иррациональный я не могу предсказать, я не могу его точно сказать, будет он или не будет. Я начинаю очень много фантазировать, и здесь начинается работа своей фантазии. тут есть нюансы такие тонкие. Первых, нельзя избавиться от того, чего не существует. Большинство вещей находится в моей фантазии. Да, они могут где-то там за окном, но идеально существовать, но объективно, вот прямо здесь со мной они не происходят, поэтому я начинаю зависать. Страх развивается от переизбытка воображения сам по себе. Да, и нужно обратно править воображение в другой рус. Здесь, конечно, идет спекуляция на таком моменте, как изменение фокуса внимания. Ну, это серия, тяжело заснуть, я боюсь, что-то произойдет, но тем не менее начинаю думать о других вещах, переключать фокус внимания, мне становится легче. Это один аспект, который есть про все это дело. Здесь идет список небольших рекомендаций, таких лайфхаков, которые можно использовать. Был бы классно, если вы могли о них вспомнить, если придет время, в жизни пригодится. основана на таком бейзик уровне работы с самим собой. Первое про страх и потом про тревожную любовь. Если вы испытываете страх, нужно сказать слово, чего вы боитесь. Для этого нужно вербализировать, конкретизировать и вербализировать назад слово. Поделиться с тем, что я чувствую с другими людьми, желательно близкими. Потому что, когда мы проговариваем эмоцию, ее постепенно уменьшается. Второй момент. Страх. Золотое правило. Хотите сделать страх меньше, назовите его по имени. Потому что против конкретного страха мозг начинает подумать конкретные варианты взаимодействия решения задач. А когда страх неконкретный, я не знаю, что мне решать надо. Я подвисаю и теряю просто энергию, потому что нахожусь в неопределенности. Дыхательная гимнастика. Не забывайте или наоборот. Вдохнули, сдержали дыхание, выдохнули. Говорят, что зона чудес находится 10-2-10. То есть 10 секунд вдоха, 2 задержка, 10 выдоха. Если вы можете это сделать, значит, что ваше тело может справляться со стрессом. Если меньше, значит, вы находитесь уже в стрессовом состоянии. И вам нужно обратить на это внимание хотя бы и начать с этим что-то делать. Невыраженные чувства, если мы не говорим, одержим все в себе, приводит к психосоматическим реакциям, нарушениям, болезням и, опять же, лекситиме, мы же не говорим про чувства, и развивается соматизация. Соматик в тело, сома, тело. Защитный механизм психики, когда эмоциональные ощущения выражаются соматическими, а начинает что-то болеть, где-то тянуться, спазмы там могут идти. В итоге что? Эмоциональный дискомфорт, неспособность избавиться от него способствует возникновению телесных симптомов. Постепенно этот процесс становится все больше и больше и больше. Я начинаю уставать, становится просто физически хуже. Я опять теряю свою работоспособность. Теперь про тревожность. Тревожность сложный аффект. В нем он не когда сам по себе. Внутри всегда тревожности, тревоги всегда есть. Испуг, страх, то есть гнев, чувство вины и стыдом. В разных ситуациях, в разной пропорциональности. Если мы испытываем тревогу, как правило, она очень неясна и мутна, ее нужно превратить в страх, потому что, как мы уже говорили, страх конкретный. При тревоге мы не знаем, что боится, что нужно бояться, на что нужно реагировать, в какую сторону кидаться в первую очередь. Помним про дыхательную гимнастику, помним, что нужно двигаться, потому что, когда мы двигаемся, мы действуем, мы перестаем активно думать, мы что-то делаем, мы находимся в процессе, и в том моменте я понимаю, что я не беспомощный, я что-то делаю. Здесь тоже работает такой механизм, что в случае моббинга или буллинга, или момент, когда из тебя пытаются сделать жертву, закон номер один или правило вообще первое, которое есть, это то, что нужно для себя четко определить, что я не жертва, я не беспомощен, я что-то могу сделать, что уже деталь. И игры с фокусом внимания нужно задействовать например, что-то посчитать, это временный эффект, но даже временно он помогает чувствовать себя лучше. Стихи, рифмы, опять же, мы что-то делаем, верболизируем, уровень тревоги постепенно снижается. Если внезапно еще более сильно, эстетика, здесь уже кому как пойдет, для кого-то важно остаться в одиночестве, или наоборот с кем-то побыть рядом, холодная вода, для того, чтобы себя взбодрить, и опять дыхательная гимнастика. Если уже апатия, до такое состояние, уже сильнее что-либо делать, вот тут нужен полноценный отдых, вам нужно отдыхать, все, коник кончился. Если такой возможности нет, нужно что-то делать, что мы имеем дальше? Попытаться расслабиться хотя бы на 15-20 минут, полежать, посидеть, выпить чашку чая, чашку чая это вообще всегда хорошая идея, чая всегда великолепная идея, подвлекает внимание, мы когда пьем, активизируем парасимпатическую нервную систему, успокаиваемся, поэтому на переговоры всегда берут воду. Несколько физических упражнений, тут тоже такое важное, нужно как бы подвигаться, но особо сильно в таком состоянии не получится, но если уже есть, то нужно хотя бы до выпады, это 5 минут активности физической, походить даже на месте, бег на месте, общую примеряющую, приоритизация, начать все-таки что-то делать и опять дать себе отдохнуть. Есть важный момент, что нужно дать себе отложить телефон иногда, потому что здесь нужно вспомнить теорию Канемана, о том, что мы потребляем новости, постоянно просматриваем, постоянно смотря на то, что происходит, мы постоянно реагируем на слова и на ассоциативный ряд, который со словами у нас связан, который запускает на свои биохимические реакции. Мы на это реагируем, мы можем дойти до состояния информационной интоксикации. линк на лекцию Канемана я тоже приложил к раздаточному материалу. Здесь тоже, как говорила Черниговская, мозг, желудок иногда умнее мозга, потому что он хотя бы может вытошнить то, что он съел, мозг нет, он уже взял и все, и теперь живи с этим, как можешь. У вас должны быть моменты, когда вы откладываете телефон и занимаетесь чем-то другим с собой, например. Классическая формула сохранения здоровья, она очень простая, я думаю, вы тоже ее знаете, просто нужно напоминать себе ее делать, двигаться, активный образ жизни, полноценно отдыхать, высыпаться, использование полноценной здоровой пищи, использовать, поддерживать близкие отношения. И помнить про принцип кислородной маски. Для тех, кто не помнит, принцип кислородной маски заключается в том, что когда мы попадаем в кризисную ситуацию, самолет падает, нужно в первую очередь маску надеть на себя, а потом на близкого рядом человека, потому что если вы потеряете сознание, вас спасать всегда тяжелее, а если вы в сознании, вы еще можете кому-то помочь. Вопросов нет? Идем дальше. Собственно говоря, с вопросом, что делать, мы разобрались, и мы переходим на боль и глубину про травму. Важный момент, с которым вы никак не переплюнете. Первое, это то, что травма, это не то, что произошло, а то, что живет внутри меня. Она не где-то там, я с ней все время двигаюсь, я с ней живу дальше. Любое ваше непережитое эмоциональное событие, оно все время находится с вами. Прошлое и будущее критические моменты для мозга, потому что прошлое, это где-то там, будущее неопределено, его нужно создать, я всегда нахожусь сейчас. Если я заморожен в травматическом моменте где-то там, вы не можете планировать будущее. Оно будет очень искажено. Это тоже факт. Мы можем только брать опыту прошлого и планировать из этого будущее, это всегда очень искровленная призма, и она всегда, как правило, далека от реальности. Это тоже стоит помнить. Ваше прогнозирование может быть всегда неполным. И бонус всего этого, он заключается в том, что преодоление травмы состоит всегда в получении опыта, который кардинально отличается от того опыта, который вы имели ранее. Не через мысли, не через разговор, а всегда через действие. Я должен что-то сделать такое, что даст мне ощущение, что я могу. И, как говорил Вандеркок, специалист по посттравматическому синдрому в мире, единственный способ что-то поменять в себе это по-настоящему встретиться с самим собой, чтобы стать именно тем человеком, который может себя чувствовать здесь и сейчас. Себя, полным под ногами, осознавать свои эмоции, свои силы, осознавать других людей. Вопрос именно, как это делать? Я вижу, есть вопросы. Можете пояснить про преодоление травмы противоположным опытом, например? люди подвергутся физическому насилию, например, сколько бы они про это не говорили, им не всегда становится легче. Это факт, который мы имеем. Опыт лечения посттравматического синдрома примерно 44%. плюс-минус в зависимости, куда смотреть. Это мало. Это с медикаментами 60-70, что примерно чуть в два раза выше, чем эффект плацебо или того, что проходит само по себе. А хочется сильно выше. И то, что было доказано в эндеркопе, который занимался жертвами изнасилований, посттравматического синдрома солдат и т.д. и т.п., то, что люди, попав в определенную ситуацию, где им было плохо, только сделав определенные действия в ритуализированной форме в обратную сторону, могут почувствовать определенное освобождение. Соответственно, идея заключается в том, что нужно, обращая внимание через свое тело и через движение, через совместное действие с другими людьми, я возвращаю себя в состоянии того, что я не беспомощный, что это могу сделать. Поэтому у нас есть совместные песни, поэтому у нас есть хор, поэтому у нас есть очень много совместных действий вместе и в культуре в том числе, которая помогает нам чувствовать себя частью чего-то и вместе что-то сделать. Именно это убирает ощущение беспомощности. Когда человек один, когда он выключен из социума, когда он подвергнут определенной травле, он не может этот опыт интегрировать в себя и что-то с собой сделать. И он несет его через года, всю жизнь. Я ответил? Я думаю, что на данный момент да. Я более подробно отвечу дальше. Да, отлично. Ну, собственно говоря, про то, как делать. Там с примерами будет. Собственно говоря, есть позитивные и негативные новости на эту тему, что мозг можно перетернировать и выйти из состояния «я беспомощный, я не смог себя защитить или не могу себя защитить». В состоянии «я могу». Плохая в том, что это нелегко сделать. Это занимает время и усилия. А далее про движение и действие. Чтобы включили все взаимосвязи моего прогнозирования где-то там в прошлом, здесь и в будущем, мне нужно определенное движение. Когда, чтобы начать ощущать свои ощущения в теле, мы через движение фронтальное корону затрагиваем, мы изменяем поведение, потому что фронтальное королево ОФЦ, орбита фронтальной коротекса, он находится здесь, он связан с моей способностью учиться воспринимать информацию. Если я получил драматические повреждения в этой части мозга, моя способность учиться нарушена и вообще на самом деле под вопросом. Два. Чувствую, что я могу позаботиться о себе и защитить себя, оно тоже проявляется через действие, и поэтому самый короткий путь что-либо делать он идет через тело, через это сразу видно, вы что-то делаете или нет. Поэтому спокойствие только спокойствие, как говорил Карлсон, дело житейское. По одной из этих причин все время была разработана система станциомоторной коммуникации. Наша цель вообще все время была создать простую многофункциональную систему для решения массовых проблем, которые подходят огромному количеству людей, максимального количества. Попутно решая вопрос социальной адаптации, работа с агрессией, конфликтами внешними и внутренними, где исключен элемент конкуренции, потому что это отсылка к спорту. Спорт основан на конкуренции росте одного человека за счет другого, всегда связан боль, где есть один победивший и много других проигравшего. Здесь профилактика для восстановления здоровья по полной дефиниции, с чего мы начинали сегодняшний эпенар, полное физическое, душевное, социальное благополучие. оно должно быть максимально естественной для большинства людей, не должна негативно влиять на интеллектуально-эвитативные функции или мешать исполнению профессиональных обязанностей, как некоторые споры делают. И как раз то, что мы говорили, должна переводить из состояния «не могу» в состояние «я могу» что-либо делать. Причин для создания было много. Это работа в группах по профилактике выгорания, кризисного вмешательства и опыт работы в Германии. И вот лекситимия как фактор, что психотерапия, вот мы работаем через слова, она людям мешает. Летние физиотерапевтические лагеря, работа с тяжелыми пациентами, где было обнаружено, что физиотерапевты так устают работать с другими людьми, что они не хотят их слышать. Их так много вокруг них, что они хотят просто сделать свою работу. Начинают очень формально во всем этом вариться. контакт нарушается, распространенность заболеваний и вот особенности вербального общения и кода. Также высокие риски ретравматизации, что мы можем при оказании помощи получать очень сильную негативную реакцию на то, что с нами происходит. Мы помогаем другим людям, но мы на это сами же реагируем. У нас были н-публикации, которые мы брали. В основном это ментальное здоровье, психиатрия, физиотерапия, нейропластичность, которую стоит отметить решение конфликтов, особенность работы мозга. Нейропластичность это про нашу способность адаптироваться постоянно. Мы взяли различные системы айкидоты, щи-ушу, танцегрити, физиотерапию, театральную импровизацию, фехтование. Из элементов взяли такой момент, что почему работает через движение, почему помогает при психоэмоциональных перенапряжениях. Есть такой момент, что у нас есть моторные нейроны в коре головного мозга, которые отвечают за движение. И они находятся очень близко к лимбической нервной системе. У нас почти вся нервная система лимбическая, которая у нас есть, это ее элементы. Если мы что-то делаем через активизацию премоторной коры, чтобы что-то сделать, я должен как-то себя активизировать. Идем определенные движения, определенные скорости, определенные интенсивности и оцепляем ядра эмоциональные, у меня происходит эмоциональная разрядка в том числе. Хотим мы это или не хотим, это все равно работает. И здесь такой момент, что, допустим, эффект спортзала для некоторых людей может работать, что я устал, прихожу в спортзал, сделал физическую нагрузку, попотел, мне стало легче, чувствую себя таким окрыленным, оттуда ухожу даже вечером. Но мы решили пойти глубже посмотреть, как работает именно как раз диалог с самим собой, как работает. Амигдала это вот медалевидное тело, где в мозге, который отвечает за эмоция на все. С этим связано тоже документ, что если человек ставит запрет на что-либо ощущать, никогда не буду бояться больше, никогда не буду тревожиться, никогда не буду гневаться, то он гасит себе все эмоциональные составляющие, в том числе радости, интересы, и становится таким очень сильно потухшим. Так вот, амигдала связь ее с критикальными структурами, которые отвечают за моторику. То есть наши эмоции напрямую связаны с нашим движением. И наоборот, потому что это работает туда и обратно. И вот мы разработали три уровня коммуникации. Первый это самим собой, концентрация на себя, свои возможности, с элементами самомассажа, движения, в основном прочувствовать свои границы тела вообще, какие есть. Второй это взаимодействие с предметами, где я уже могу выходить чуть дальше за пределы своего тела. Это работа с мячиком, работа с различными палочками с поверхностями вокруг себя. И динамика это подимпровизация, где я работаю с другими людьми, где я могу ощущать то, что происходит и смотреть, реагировать. Тело будет реагировать на то, что происходит вокруг меня, даже если я какие-то вещи не вижу, я могу эти вещи видеть, на них реагировать. Потому что в жизни происходит то же самое. Что-то вокруг вас происходит, вы обязаны реагировать. хотите вы этого или нет. Мы это делали еще эксперименты по электромиографии и смотрели, как напрягается мускулатура лица, спины, плечей, рук. И смотрели, что после физической нагрузки, даже интенсивный, напряжение мускулатура либо возвращается обратно, либо становится меньше. в принципе, по идее, должно становиться больше, мышцы забиваются. А если делать их под определенным ритмом для самого себя, является такой эффект, что я расслабляюсь в движении, я учусь не напрягаться, когда я что-то делаю, а значит, я трачу меньше энергии, а значит, я чувствую себя лучше, а значит, я горию медленнее. Ну и система, стоит помнить, что это не техника лечебной гимнастики массажа, поэтому это система коммуникации, вообще изначально у него есть уровень, который начинается с уровня коммуникации с самим собой. И у этой системы коммуникации есть психотерапевтическое и терапевтическое действия. Мы провели уже много семинаров, уже элементы используются как дополнение и у наших физиотерапевтов и психотерапии, и для обучения телохранителей, сотрудников полиции, для того, чтобы бесконфликтно решать задачу. Ну вот, врачи, психологи, стоматологи, у которых сидячий образ жизни, физиотерапевты. Вот. Небольшое резюме к концу. С чего начать? У нас очень много вариантов того, что можно делать. Можете пойти бегать, можете начать пить воду, можете начать дышать, можете делать аутогенные тренировки. Начните делать чего-нибудь. Выберите себе одну вещь и начните ее делать. Маленькими шагами, потому что сразу интегрировать весь комплекс реабилитации, восстановления самого себя, как правило, это очень тяжело. Для многих людей почти невозможно. Но маленькими шагами это возможно делать. Вот, как говорил Антон Десен-Тобзепере, Господи, научи мне искусству маленьких шагов. Шаг за шагом, муравийными шагами мы идем. Много-много маленьких шагов, потому что мы, находясь в критической ситуации, фокус внимания очень часто убираем в другую сторону. и такую заплаточку ставим где-то и опять к себе решать определенные вещи. А нам капитальный ремонт вообще нужно делать. По маленькими шагами постепенно мы можем все это привести в порядок. У меня из других моих коллег, которые очень уважают, всегда говорят, что к себе нужно относиться как к собаке. Потому что себя за хорошие вещи нужно хвалить. Мы это тоже очень часто забываем делать. Это культурная такая тема. Себя нужно хвалить. Вы сделали хорошую вещь? Похвалите себя. Каждый вечер. Но только здесь один нюанс. Должно быть честно. Если мы говорим про ссылки, которые будут, есть разделы статьи некоторые, которые могут помочь как-то эти психотерапевты, на что обращать внимание, как поднимать качество своей жизни. Некоторые полезные видео про Macom там есть отдельно как про онлайн тренировки, про систему Macom, где вы можете про это вообще почитать, с чего оно вообще состоит, откуда вообще все это взято. Полезные видео, визит токов про счастье, ощущение счастья, про саморегуляцию, про обвинение, про эмпатию, как с этим работать. отдельно про фильмы, книги, которые я посчитал для вас могут быть полезными, которые могут быть таким вдохновляющими. на вот Канеман про информационную интоксикацию, Macom. Для кого-то возможно будет интересно, возможно уже видели про Филиппа Зимбарда, как не сойти с ума на карантине, часть рекомендаций, и заряжайте свои батарейки. Есть ли вопросы? Да, есть вопросы, в каком темпе изучать материалы, которые вы рекомендуете. Темп у каждого человека свой, и соответственно нужно идти с той скоростью, с которой вы можете идти самостоятельно и вам комфортно. Здесь можно привести пример. Вот, сколько вы можете пробежать километров вон стопа? Сколько надо? Сколько надо? 50 можете? Несмотря зачем. Ну, серьезно, как бы, давай, 100 километров можем? Нет, Мы не можем, Нам придется останавливаться, потому что у нас есть ресурс тела, который скажет, все, остановись, и сердце такое, хватит. А пройти сможем, правильно? Да, это займет больше времени, но если еду в своем темпе, я не устаю, я могу идти очень долго, медленно, прогулочным шагом, но я дойду, посплю, потом опять пойду, рано или поздно так вот, дойду. Есть такой замечательный поговорок, что быстро, это медленно, но очень регулярно. Так и пройдете. Можете выбрать, что для вас более актуально вообще всего этого списка и начать смотреть. Ссылки рекомендую посмотреть все книги и фильмы, это по вашему желанию, это общее развитие, не более того. Ну вот все, что касается сенсомоторной коммуникации, это возможно в самостоятельном режиме начинать и как-то самостоятельно проходить или нет? Это желательно делать под надзором. У нас, к счастью, есть такая возможность, как онлайн тренировки. Есть возможность индивидуальных консультаций, потому что мы собрали не просто комплекс упражнений, мы собрали комплекс упражнений, который влияет на нервную систему. И его нужно хотя бы увидеть, чтобы кто-то с стороны посмотрел и сказал, вы делаете правильно то, что надо или не совсем, потому что мы скопировать можем далеко не все. далеко не все висит в открытом доступе. Именно по причине того, что то, что вы видите, это одно, а то, что вы чувствуете, когда вы делаете, это другое. Желательно, чтобы все-таки записались на консультацию, нам рассказали вообще, как для вас, с учетом вашей конституции, с чего вообще начинается, с чего начинается Родина. И я призываю сейчас участников, у нас остается немного времени написать ваши вопросы, которые у вас остаются, все, что касается от всех рекомендаций, все личные вопросы. У нас сейчас остаются два из неотвеченных вопросов. Один довольно личный, как бы такой проблемной ситуация. Пишет участник, строишь планы, цели, реализуешь, в голове картинка, есть успех, через некоторое время, через месяц картинка замыкается, четко стеряется, напряжение, выпадаешь, эмоционально-энергетическая яма. Потом встаешь и заново начинаешь. Как предотвращать, какие могут быть инструменты, как перепрыгивать эту яму или обходить? Вот такой вопрос. Рассказываю, что если идет большая интенсивность и вы выпадаете, мы вообще делали за последние пять лет огромное количество экспериментов с движением и с психоэмоциональным состоянием, пришли к такому выводу, что если вы делаете определенное движение, то можно диагностически посмотреть, допустим, как мячик на стене, и он выпадает, это означает, что вы делаете это не в той скорости, которую держит ваш организм, он должен замедлиться. Если это проявление в жизни идет о том, что я вот имею планы, я горю, делаю, вот в азементах еще. Вспоминаем картинку про моторчик, который отъехал от зарядки и врывал штексель. Вот эта ситуация. Вы не успели отдохнуть, не успели работать в ритме, который ваше тело на данный момент тянет, но, к сожалению, тянет сейчас вот только. нужно снизить обороты, чтобы, да, это будет возможно в 10 раз медленнее, чем вы о себе думали и на себя рассчитывали. Но вы сможете это делать постепенно, потому что, представьте, как приятнее ехать, машине на первой скорости или на третьей, но постоянно нажимать тормоз, газ. В этом дело, на самом деле. Плюс отдельно, я как бы как врач уже надо обратить внимание на здоровье и посмотреть, что вообще происходит с анализами, потому что такая симптоматика может скрывать за собой определенные заболевания. Спасибо. Это отдельная тема. Еще есть вопрос, тут не совсем как бы в общую тему нашего вебинара, но я предлагаю как-то ответить, если есть что ответить. Дело в том, что пишет участница, что психотерапия, как она понимает, разговорный жанр, и есть ли может быть какой-то опыт работы именно по психотерапии с слабослышащими глухими людьми. Либо это вот как раз та же сенсомоторная коммуникация, которая можно говорить. Здесь есть такой нюанс. Мы, например, работали со ступынем. Это для слабослышащего. Разговорный жанр не совсем, ну, как бы, да, ее так называют как толктеры. Психотерапия это же не только надо говорить. Есть огромное количество методик. Специально-двигательная терапия, пожалуйста. Там не обязательно даже слышать музыку, это вопрос движения, проявления себя тела. Огромное количество упражнений делается в тишине. Человеку нужно показать просто какие-то вещи, что он видит, да, можно найти определенный язык. Есть экспрессивная терапия, которая связана с рисованием или проявлением себя, лепкой бьет, с автоматурой заходят. Есть целая ветка направлений, которая позволяет через действия залезть в внутренний мир человека. Кисочная терапия. Она правда больше лицейно нацелена, но она и в этом случае тоже может помогать. То, что немцы называют гештальтом терапия или терапия мелкой моторики, когда человек делает определенное цикличное движение тончиком пальцев, может вязать, к примеру, узелки, развивать определенное уровень нейроплассичности. Все зависит от задач человека, которая у него есть. Что он хочет, за какой период времени найти специалист и метод. Это вопрос обратиться к профессионалу, который может рассказать вам с вашими сдачами. Вон туда, вон там. Потому что в каждой стране, в каждой профессиональной ассоциации мы все хорошо друг друга знаем. Мы знаем, кто чем занимается, кого какие сильные стороны, кого куда направить. Важный вопрос появился. Вы говорили про важность социального включения. А если в какой-то момент общение с людьми вызывает дискомфорт, тревогу, становится комфортнее находиться наедине с собой и от этого не страдаешь? Нормально ли это? Можно ли по минимуму по необходимости общаться с людьми? Будут ли негативные последствия? Есть такое понятие еще как социальная усталость. Я не хочу, допустим, идти на вечеринку к друзьям, потому что там будет вроде как весело, хорошо, отдохнем, но по сути я там устану. А я уже устал. И я не хочу. Я не хочу тратить свою энергию. Нам слушайте свой организм. Иногда нам нужно отдохнуть от других людей. Это нормально. Побыть в тишине это вообще святое дело. Вопрос будет возникать, если это становится слишком частым. Я становлюсь таким как социопатом, избегаю социальных контактов вообще. В этом стоит обратить внимание и задать вопрос, что на самом деле происходит. Является ли это следствием замазывания какой-либо унтерне травмы, которая уже настолько сильно влияет на мое поведение. А на короткие периоды времени да, это нормальное состояние. Естественно даже. Я, наверное, хотела бы какие-то услышать какие-то специальные рекомендации, потому что в Латвии тоже следят за тем, что происходит в Беларуси и у нас тоже свои специфические такие общие вообще сейчас для многих людей проблемы, как постоянный фоновый страх, тревога, о чем мы сегодня поговорили, то, что нужно конкретизировать, это и эмоциональные качели, которые, каждую неделю продолжаются. Вот может быть как раз про эмоциональные качели, то есть как себя в общем-то не давать падать в какую-то депрессию каждую неделю, не поддаваться. Вот. Ну это просто какие-то вещи у нас внешние, которые на нас влияют, и мы не можем, то есть да, мы можем только, наверное, какие-то ресурсы внутренние находить, повлиять на общую ситуацию, наверное. Я сначала отвечу, что может ли социальное устало длиться два месяца? Да, 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 спасибо. Появилось это уточнение. Теперь перейдем к другому вопросу. Рекомендация. Я могу просить уточнить, а вот что конкретно просится? вот, потому что было несколько вопросов, на них разные ответы. Как не вдаваться в эмоциональное качелье? Как не падать просто в это состояние, потому что если это происходит уже третий месяц, то это достаточно изматывающее состояние. Как тут не вспомнить вообще молитву на тему того, что Господи, дай мне мудрость отличить одного от другого, силы изменить то, что я могу, понять, куда не увлекаться и мудрость отличить одного от другого. Есть такой момент, что если у вас есть сильная эмоциональная стабильность вообще, вы не увлекаетесь, что вокруг вас не происходило, вы в этом участвуете, но можно увлекаться, но не сильно увлекаясь. Если вас начинают качать туда-обратно, то означает, что вы на самом деле уже не совсем управляете своей жизнью. Вы очень сильно черпнули через борт чужих вещей, которые к вам на прямое отношение не имеют, а только с вашего согласия это произошло. Вас цепануло в решении задачи и своих, и не своих в том числе. вы где-то начали, что-то съехали в другую сторону. Если вы четко понимаете, что вы делаете, зачем вы делаете, как вы делаете, что покой к ней происходило, это всего лишь шаги. Я должен понимать, где моя точка нуля, куда я должен возвращаться вечером, когда я перехожу домой. Что я делаю? А когда начинается вот это да-да-да-да-да, но нет, нет-нет, нет-нет, ну может быть, да-да-да-да-да-да-да-да, да, ну вот уже вот, ну нет, да, и туда-обратно, как бы я должен тогда понять, что вот это тени толкая, но мне не нужно, как бы я должен понимать, где я нахожусь, и что конкретно я делаю? У меня опять же должен быть план. Отдельная тема для разговоров, это, собственно говоря, кризисная интервенция, вмешательство, и снятие вот этих состояний, да, есть такое понятие, как трехступенчатая модель решения кризиса, сбор информации, составление, план, альтернативные источники решения воплощения, да, и вот этот момент, план, нам всем всегда нужен план на ближайшее время, если он у вас есть, вы, что вокруг не происходило, что-то должны понимать, что вот мне туда, это хорошо, вокруг поменялась ситуация, ну хорошо, значит мне теперь не туда, мне теперь вот туда, ну согласно базовому источнику, тогда я просто решаю задачи, а не меня не колыхает туда-обратно, и третий момент во всем этом это то, что при эмоциональных качелях я очень часто пытаюсь поменять то, что на данный момент я не имею возможности, вот почему они вообще происходят, чувство беспомощности, бесит на невозможность, а если я понимаю, что это не могу, я могу на данный момент пока подышать и заняться тем, что я могу решать, вот это классный момент из фильма «Мост», да, когда юрист там убегает в камеру с заключенными, там шпионов обменивали со стороны, говорит, вот, мы потеряли папку, все, возможно, обмена не будет, а тот сидит так меланхолично, смотрел на него и продолжил спички перекладывать кораблику там помыклею. Вот неужели вам все равно? Я же потерял папку с документами! Если я сейчас тоже начну волноваться, это как-то поможет делу? Если нет, ну, тогда что мы делаем дальше? И продолжим там перекладывать. Что мы делаем? Я завершу, наверное, вопросом. который я тоже часто слышала от разных людей, пишет участник, испытывая чувство вины, если хочу выйти из событий, начались психосоматические болячки, высокий уровень тревоги, чувствую себя предателем, на что делать. То есть, вот это вот ощущение внешней и внутренней убежденности, что нужно продолжать какое-то дело, но если прислушаться к себе, то ты чувствуешь себя предателем. здесь есть много, это отдельная тема, тоже, про которую можно так поговорить, про чувство вины, чувство стыда, чувство невозможности радоваться, когда другим людям плохо, но есть один аспект, на который можно сослаться в контексте нашего разговора сегодня. Помните, пожалуйста, ну, чтобы так, по-доброму это все завершалось, помните, пожалуйста, про принцип кислородной маски. Вот у вас есть потребность отойти, подышать, вы должны отойти и подышать, когда вы сможете вернуться, будете полноценным членом любой команды. Если вы делаете все на последнем издыхании, это может кончиться для всех очень плохо. Вы заболеете, другим людям будет плохо, вы не сможете сделать то, на что на вас полагаются, в итоге сломаетесь, подведете других людей, подведете себя, цена на это очень большая. Это то же самое, как надеть маску на ребенка рядом, потому что надо же сделать и успеете спасти, потерять сознание от того, что потерял, произошла смена давления, а потом ребенок не сможет вытащить вашу тушку, потому что вы большая, а он маленький. На этом весь героизм закончился. Если вы заботитесь о себе, вы можете позаботиться о других. Вы просто банально логики. Если я должен отойти, подышать, попить водичку и так далее, смогу вернуться отдохнувшим. Медики же тоже работают по сменам, не просто так. Спасибо. большое. Я думаю, что какие-то вещи важные сегодня мы услышали. Участники также благодарят. Спасибо большое всем, кто сегодня к нам присоединился. Тарас, большое-большое спасибо тебе. Мы очень благодарны тебе за те знания, которые сегодня ты нам передал.